Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выборы председателя и заместителя председателя городского совета Образование постоянных комиссий и президиума городского совета Утверждение структуры и штата аппарата президиума Утверждение структуры городской администрации С обязанностями, задачами, стоящими перед депутатами и полномочиями городского совета Ознакомил Фикус Наруханович Карамов В частности, самое главное, чем мы должны заниматься Это полномочия городского совета народных бюджетов Основная задача любого представительного органа Это утверждение бюджета, планов и программ социально-экономического развития района города Изменили дополнительные гримы А также осуществление контроля за их использованием Дальше образованные... Сессия заслушала сообщение председателя мандатной комиссии Депутата Валерия Салимовича Салимова И утвердила решение комиссии о признании полномочий избранных депутатов Мандатная комиссия признала искренними Таким образом, всего избрано 43 депутата Вновь избраны, в том числе, 18 человек Повторно 25 человек Рабочих 4 человека Ну, абсолютная большинство депутатов с высшего образования Сессия открытым голосованием избрала председателем городского совета Вновь главу администрации города и района Депутата Назира Загидовича Зиязова Заместителем председателя гурсовета избран депутат Фикус Нуриханович Карамов Городской совет образовал 7 постоянных комиссий Мандатную, планово-бюджетную По вопросам аграрной политики, экологии и природопользования Промышленности, транспорта, строительства и связи Народного образования, культуры, физической культуры и спорта По делам молодежи По вопросам здравоохранения, по делам женщин и материнства Ветеранов войны и труда По вопросам торговли, бытового обслуживания Жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов На сессии образован президиум городского совета В работе сессии принял участие и выступил заместитель премьер-министра республики Башкорстан Латыпов Я думаю, и депутаты, и глава администрации, председатель Совета Получили сегодня первую часть доверия населения В этот же день, 17 марта, состоялось совещание по вопросам сельского хозяйства С информацией о ходе выполнения квартальных планов Выступил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Алим Баревич Салихов План у нас, если не забыли, по району 7200 На сегодня продано 4696 сетнеров К уровню прошлого года это составляет по району 134% На сегодня выполнили первые квартальные планы первого квартала Колхоз Коммунат, большое спасибо, 116% Колхоз Восток, 105%, спасибо Близок к выполнению колхоза, Большевик, 90% Кудай-Вердина, 180% Колхоз Золя, 115% Колхоз Волга, 107% Спасибо Лень корно, 95% Ну, ухо очень плохо Меня волнует колхоз, я по его 15%, 38 центнеров мясо продано Выступающий рассказал, что за два с половиной месяца При квартальном плане по продаже мяса 7200 центнеров Сдано 4697 центнеров Что составляет 65,2% Отрадно, сказал Алимбаревич, что многие хозяйства справились с выполнением квартальных планов о продаже мяса Однако, итоги продажи продукции некоторых хозяйств вызывают опасения Мир, урожай, авангард, имени Чапаева, родина Есть опасения, что эти хозяйства не справятся с выполнением квартальных планов Выполнение плана по сдаче молока составляет 72,2% Выполнили планы хозяйства имени Мичурина Победа Искра Дружба Восток Невыполнение плана грозит хозяйством Правда, Мир, Авангард Имени Чапаева, имени Парижской коммуны, Буйскому совхозу Некоторым из руководителей хозяйств пришлось держать строгий ответ В работе совещания принял участие заместитель премьер-министра республики Башкорстан Латыпов В конце года еще взаимозасчет провели Поймите, в 95-м году таких возможностей в республике нет Республиканский бюджет находит в тяжелейшем положении Тяжелейшем Такого сегодня, вот такого положения бюджета никогда не было Вы поймите То есть наша, как говорят, судьба в наших руках Ваша судьба в ваших руках Это не просто я хочу вас агентировать, вы извините свои отношения Если вы не начнете зарабатывать, сгорите Я вас уверяю Вот сегодняшний день Мы уже отдали только Российской Федерации, я вам назову Мы отдали России более 230 миллиардов Мы в это время не платили деньги, России не давали Они оставались здесь Естественно, мы команду отдали Поддерживали агропромышленный комплекс Сегодня до сих пор, вот первый квартал заканчивается Совершаясь с первого квартала Не определен, что мы будем строить в городах и населении Такого никогда не было Все связано с бюджетом Вот я занимался На сегодняшний день мы уже идем Определенные задержки пенсии Рынок работает, рынок диктует Рынок беспочатен Займитесь Вы это не на это все просмотрите Вы смотрите на конечный результат, конца до конца Как сказано По итогам первого кварта с каждого района Будет четкий спрос В первую очередь за молоко Все Президент сказал Вот сейчас, между прочим, работаем Сколько мы всего отдали Какой район На социальные вопросы И на дорогие, и на производственные вопросы На социальную сферу И что они отдали Какой совокупный продукт Вот будет Подводиться такой баланс Я не думаю, что показатели 1994 год будут вас Хуже Во всяком случае Но вам Первый квартал 1995 года Надо сделать лучше, чем В 1994 году У вас есть возможности У вас у всего слова есть Как уже было сказано Я очень прошу Вы давайте как можно быстрее Берите за работу Ну что ж, товарищи Наверное, всем понятно уже Так ли? Давайте Давайте поправим Положение Особенно по производству С населением Побольше работать надо И каждое утро Каждый вечер На ферме Плывать надо С населением На этом совещании Закончила свою работу Не знаю Блистал ли своими показателями Колхоз Мир Прошлые годы Но смею заверить В текущем году Состояние этого хозяйства Вовсе критическое Если только сравним С прошлым 1994 годом Наличие крупнорогатовского Отта в хозяйстве Составляет 92% К уровню 1994 года Коров Соответственно на 93% Получение приплодов Снизилось на 18% Надой молока на 24% Продажа молока на 37% Получение привесов на 45% В чем же причина Такого снижения Всех видов показателей На этот вопрос Мы пытались найти ответ Посетив Отлекательскую молочно-товарную ферму Вначале мы решили Побеседовать с самими доярками Встретившись Во время утренней дойки Юлия Алексеевна Юлия скажите пожалуйста Сколько килограммов От коровы Надаеваете каждый день? Ну от коровы Так-то Не могу сказать примерно Сколько коров И сколько килограммов? Ну у меня 26 коров Не все дуются Это еще Не все отделились? Да А сколько килограммов Молока надаеваете? Ну 170 сутки Надаеваете, да И как вы считаете Это много или мало? Мало, конечно А в чем же причина Юлия? Вы не подумали? Не знаю Как обычно кормим Корма хватает? И концентрата Корма все хватает? Хватает, да Вот если читаете районные Юлия И знаете что О других хозяйствах По 7-8 килограммов Есть такие хозяйства А в среднем 6 килограммов Вы наверное задумывались Почему же все-таки Надаевые низкие? Не знаю Наверное коровы Это не породистые Сколько лет Вы сами работаете? Уже 12 лет Наверное А со стороны специалистов Помощь оказывает вам? Оказывает, да Юлия, вот вам Наверное обидно Да, вот работаете Вот мы смотрим Вы бегаете Работаете А результатов нет Конечно обидно Мало платят Деньги совсем К чести доярок Этой фермы Нужно отметить Чистоту Порядок Кстати О нашем приезде В хозяйстве Никто не знал Все были на рабочем месте И работали Засущив рукава Коллектив стабильный Работают в основном Опытные доярки И конечно же Всех их тревожит Низкие надуи И соответственно Низкая заработная плата Если мы только что Подбеседовали С одной из молодых доярок А теперь послушаем Опытную доярку Представьтесь пожалуйста Как вас зовут? Как фамилия? Тамара Калюкова Сколько лет вы работаете На этой ферме? 17 лет Вот сейчас Сколько доить? 17 Потерялись За сутки 130 литров дою Это ведь очень мало Да? Тамара Тамара Вот вы 18 лет Работаете Можете назвать Причину? Причину Не знаю Даже всегда Вроде Корма хватает Вроде стараемся Вот я вижу Что вы все стараетесь Работаете А все-таки Вот 18 лет За 18 лет Все время Так было плохо Было ли Хорошие времена? Было Было Конечно Было Как не было Да Раньше 15 коров Вдаевали 3000 Больше даже Все передовыходило Тоже Вот сейчас Наверное Коровы стареют Или мы сами стареем Не знаю А тогда вы считаете Коровы были помоложе Да? Моложе Конечно Вот эти Вот эти же Коровы были Иногда меняешь Вот старею Только отправляешь За молодых Берешь В колхозе Мир Две молочно-товарные фермы Отликаческая И Новотроицкая Если Вы уже видели Что в Отликаческой ферме Дела обстоят Не лучшим образом То в Новотроицкой И того хуже Как нам сказала Заведующая ферма Исеметова Галина Вениаминовна На сегодняшний день На этой ферме Надоевается Всего лишь 4 килограмма Молока От каждой коровы Как говорится Куда ни кинь Везде клин Хотя пора бы уже Привыкнуть Пословице Хочешь Жить Умей вертеться Ждать помощи Неоткуда Нужно использовать Все возможности Резервы Для увеличения Продуктивности Благо на это Есть теперь Полное право У всех руководителей Все ли делается Руководством Колхоза Для поправки Сложившегося положения На это И другие вопросы Мы попросили Ответить Председателя колхоза Мир Валерия Гавриловича Мадеева Потому что Пока в настоящий момент Плохо идет Работа В колхозе Именно Уж понадобие молока Я имею ввиду Посказали Что кормов Не хватает Ну вот мы сейчас Побывали на ферме Видели как стараются Ваши доярки Работают И у кого бы Не спросили Они говорят Что кормов Хватает И все таки В чем же причина Валерия Гаврилович Как я уже Хотел сказать Вы говорите Что кормов Хватает Но все таки У нас кормов Не хватает На сегодняшний день По Отлегательской И по Новотроевской ферме Всего даем 1 кг Фуража На одну голову 1 кг Фуража Это хватает Всего-навсего Для поддержания Нормального состояния Вот Даем 1 кг Фуража 500 грамм Даем на молоко И то Из этих Показателей Значит Наши коровы Дают в среднем По колхозу 5 литров И 300 грамм Это По такому кормлению Это уже нормально Но если Если хотим Получить Больше Вот этого Молока Нам надо Еще больше Кормить Коровы на сегодняшний день Есть Телята Есть Вот Такой рацион По такому рациону Они дают Только то Что Сегодня дают По Соломе Скажу С осени Из-за неимения Солярки Не могли Завести Солому В прошлом году Это дело Закончили Позапрошлому году С 93 Закончили До Нового года В основном Солярка Была Все было А в этом году Значит Если вот честно Сказать Солярку Покупаем За быков Вот За фермы Заведующие фермы Не дадут Заврать Вот В основном Самые большие Вот эти Значит У нас Упитанные Быки Так Ветисиметова Значит Уходили На покупку Солярки Солярки Дизмасло Но Бензин Покупали За наличный Расчет Вот Буквально Сейчас Ближе К весне Вот Один рейс Солярки Дали Один рейс Бензина Дали Остальное Все Вот Январь Февраль Жили Жили Только За счет Быков Да на самом деле Трудно Более Говоришь Но ведь Других Хозяйств Я не знаю Почему Это у них Может Дела В этом отношении Может быть Лучше Но Почти все Хозяйства Постарались Привезти Уже С осенней Солом Что было В достаточном Количестве Валерий Говоришь Вот уже Квартал Заканчивается А вы Не хотите Организовать С населения Сбор молока Ведь это Тоже Подспорье Да В прошлом Году Мы не собирали Из-за того Что Мы выходили С планом Сразу Надо сказать Я вот Как предколхоза Значит Так-то Не нажимал И как Глава администрации Не нажимал На Представитель Союзовета Он как мог Вот Сорганизовался Немножко Собрал Потом Все это Дело Потухло Но в этом Году Будем Обязательно Собирать Потому что Валерий Гаврилович А что Вы Делаете Для Укрепления Дойного Стада Дойного Ядра Коров У вас Они Тоже Уже Старые Коровы Если Молодые Очень Молодые Так Ведь Говорят Средоярки В прошлом году Вот Мы ввели Две группы Две группы В этом году Тоже есть Там Подготавливается Значит В старом В старой ферме Так называем Кремле Подготавливается Но Это тоже Из наших же Коров Там Не чистопородные Ничего Вот Желательно Бы конечно Закупить Откуда-то Более-менее Такие Значит С разошломными Данными Но В нашем Значит Колхозе Вот сейчас На замену Вот им Как вы говорите Уже старым Коровам Только будут Свои же Из своего Так сказать Стада Наши Значит Отлегайские Коровы А вот То что Значит Улучшения Полименного Полименного Дела у нас Пока нет Не ожидается И последний вопрос И все-таки Как вы считаете Все ли вы Делаете Для того Чтобы Как-то Улучшить Дела В лучшую сторону Все ли рычаги Используешь Все ли Делаете Как вы считаете В этом вопросе Надо сказать Что Правильно Не все Потому что Я вот до этого Вел Демократичное управление Более-менее Так сказать Вот 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 В связи С Сегодняшней ситуацией Которой Мы Оказались По всему Колхозу Надо Вести Значит Более Жесткое Требование Ко всем Начиная Начиная С Представитель Колхоза Начиная Со всех Специалистов И кончая Последним Колхозником Надо Вот как У нас Спрашивает Глава администрации Района Вот Значит Принять Его Все Приемы Вот Которые Он Пользуется Значит Вот Как Он С Нас Требует Вот Так же Надо И У нас В колхозе Поставить Дело Вот Я так Думаю Если Будем Требовать Если Будем Значит Как Следует Значит Спрашивать И А так же Помогать Помогать В свою Очередь Вот Только Тогда Значит В Колхоз Мир Немножко Значит Начнет Трогаться И Будет Идти Вперед Только Так Вот Я думаю И Наверное Меня Вот Специалист Тоже Поддержит Колхозники На Сегодняшний День Значит Дисциплина Желают Лучшего 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 В несколько Раз Лучшего Вот Последние Дни Я Вот Значит Некоторые Перемены Сделаю Вот В этом В составе Специалистов Это Обязательно Потому Что Специалист Если Работать Не Будет Весь Коллектив Который Он Руководит Тоже Плохо Будет Работать Вот Сейчас У нас Сменился Состав Сельского Совета Думаем Что Здесь Тоже Рычаги Кое Какие Будут Значит Работать На Общее Дело Вот Так По-моему И Наверное Подучиться У других Хозяйств Например Колхоз Восток Да Это Обязательно Вот Калимулин Владимир Он Сверстиг Очень Хорошо Работает Надо Конечно У него Перенимать Да На самом Деле Одни Хозяйства Живут И неплохо А другие Просто Существуют Но Так Больше Продолжаться Не будет Для Того Чтобы Жить Нужно Работать Об Это Было Ясно Сказано На Последних Совещаниях Работников АПК АПК Труженики Колхоза Мир И его Руководство Продолжает Рубить Сук На Которым Сидят В детской Библиотеке Началась Неделя Детской Книги Теперь Здесь Каждый День Проходят Различные Мероприятия Детская Книга Имеет Интересную Историю Об Этим Ребятам Рассказала Заведующая Гульнара Кавиевна Багаула В 1933 Создается Первое Детское Книжное Издательство Тогда Максим Горький Обратился К ребятам С вопросом Что вы Читаете Было Получено Около Пяти Тысяч Писем Прочитав Их Детские Писатели Узнали Какие Книги Хотят Читать Дети Шла Великая Отечественная Война Всем Было Трудно В эти Годы Весну 1944 Года Детские Писатели Решили Устроить Праздник Для Московских Ребят День Детской Книги В большой Колонный Зал Дома Союзов Пришли Самуил Маршак Лев Кассир Камич Ковский С тех пор Каждой Весной В нашей Стране Проходит Всесоюзная Неделя Детской Книги В детской Библиотеке Обслуживают Более 3680 Читателей Детей И Сегодня В канун праздника Книги Подведены Итоги Всего Активных Читателей 166 Из них В школе Номер 1 42 В школе Номер 2 56 В школе Номер 4 53 И в школе Номер 5 15 Активных Читателей Детей Сказала Гульнар Кавиевна В день Открытия Недели Детской Книги В детской Библиотеке Ребята Из школы Номер 2 И номер 1 Узнали О добром Сказочнике Гансе Христиане Андерсене Поближе Познакомились С его Сказками Дюймовочка Принцесса Нагорошине Свинопас Оловянный Солдатик И Другими Тамара Петровна Камальдинова Рассказала О творчестве Детского Писателя Была Инценирована Сказка Андерсена Калоши Счастье Любимые Герои Андерсена Это Соловей Живущий В зеленом Лесу Море Это И в семье Обожаемый Гадкий Утенок Птенец Лебеди Который Убежал Из дому Чтобы На свободе Понырять Глубоко Глубоко И Высоко Летать Оловянный Солдатик Всегда Державшийся Стойко Даже В темном Брюхе Рыбы Маленькая Элиза Которая Боролась С волшебными Чарами Чтобы Спасти Братьев В сказках Андерсена Счастлив Не тот Кто Прожил Жизнь Для себя А тот Кто Принес Людям Радость И Надежду Счастлив Был Розовый Куст Каждый День Даривший Миру Новую Розу А не Улитка Спрятавшаяся В своей Раковине Во многих Сказках Андерсена Рядом С Обаятельными Героями Живут И действуют Злые И Коварные Встительные Персонажи Можно Увидеть Пошлость Жадность Лицемерие Ограниченность Тупость Ханжества Эти Качества Люди Не очень-то Любят Выставлять На свет Предпочитая Скрывать Их В тени Андерсен Воздал По заслугам Тем Кто Возводит Достоинства Подобные Пороки Счастлив Был Андерсен Хотя Немало Горьких Минут Выпало На его Долю Ведь Жизнь Его Не прошла Даром Он Подарил Миру Свои Замечательные Сказки Много Лет Прошло Сегодня Мы Отмечаем Его 190-летие Со дня Рождения И мы Слышим Его Живой Голос Его Книги Читают На сотнях Языках Мира Затем Были Проведены Игры Викторины И обзор По книгам Ганса Христиана Андерсена Итак Всю Неделю Дети Будут Приходить В детскую Библиотеку На праздник Книги 21 Марта Библиотеку Прошли Не только Дети Но и Бабушки Здесь Прошел День Бабушек 22 Марта Было Оганизовано Обсуждение Книги Катибы Неблатовой Голос Отца Затем Час Поэзии Посвященный Столетию Сергея Есенина Литературно-музыкальная Композиция Беют Юлар Ауаза День Информации Бошхапустан Край В котором Мы Живем Завершив Неделю Детской Недели Мастер Бой Огiary Недели Бой Р Uz Бой 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 Литературно-музыкала